Объем строительных работ в Северном Казахстане увеличился почти на 5%. За первое полугодие ввели 83 тысячи квадратных метров жилья. При этом показатели выдержали только три района, в остальных снижения. Объекты там сдать в срок не успевают. На заседании по итогам полугодия Кумар Аксакалов поручил рассмотреть персональную ответственность провинившихся акимов. Озвучил он и список тех, кто тянет вниз показатели всего региона. Смотрим сюжет. За полгода аграрии Северного Казахстана произвели продукцию на 89 миллиардов тенге. Это на 15 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост в сельском хозяйстве составил 1,2%. Для этого потрудились все районы области, кроме Казалжарского. Снижение объемов достигло почти 16%. Всему виной птичий гриб. В начале текущего года снижение по производству состояло из 64,1%. Но я бы хотел отметить, что есть положительная динамика. В целом по итогам первого полугодия снижение уменьшилось до 33%. В том числе в Казалжарском районе, где произошел наибольший падеж от птичий гриб отставания сократилось с 87,4% до 60,3%. Сохранили структуру посевных площадей и курс на диверсификацию. Площадь масличных культур достигла миллиона гектаров. Помимо этого для импортозамещения на 10 тысячах гектаров засеяли гречиху. В пять раз больше отвели под горох. Климатические условия этого года были непростыми. Агроспециалисты обследовали поля во всех районах. Вот что выяснили. 27,5% площадей и посевов по зерновым культурам находятся в хорошем состоянии, в удовлетворительном 72,5%. По масличным культурам 24,3% в хорошем состоянии, в удовлетворительном 75,7% посевов. Июльские дожди ситуацию потихоньку выровняли. Важную роль здесь играют субсидии. 48 миллиардов тенге для поддержки аграриев выделили в этом году. Это позволило внести 115 тысяч тонн минеральных удобрений. Обработали почти 2 миллиона гектаров. Повод для гордости – отрасль промышленности. За полугодия заводы Северного Казахстана выпустили продукции на 8,5% больше, чем за такой же период 2020-го. Но могли сработать и лучше. В некоторых отраслях промышленности спад. В горно-добающей промышленности снижение состояло 9,9%. В том числе в целом по области сократились производства 6 дня и глины на 25,3%. Добыча металлической руды – это урановые руды на 6,6%. Услуги горно-добающей промышленности на 5,8%. А вот заводы по выпуску строительных материалов, напротив, набирают обороты. То единство увеличило объем производства на 59%, а завод строительных материалов – больше, чем в два раза. Суммарно эти предприятия выпустили порядка 2,5 тысяч тонн строительных материалов и металлоконструкций на 1,4 млрд тенге. Это хорошая поддержка местным застройщикам, которые, к слову, тоже увеличили объем работ почти на 5%. В регионе ввели 83 тысячи квадратных метров жилья. При этом заданную планку выдержали только районы Шалакына, Таиншинский имени Габита Мусрепова и Петропавловск. Остальные пока не очень работают, скажем так. Я понимаю, с чем это связано, эпид-ситуация, рост строительных материалов. Некоторые проекты остановились, но надо было все это заранее думать. Средства были. Почему так долго разворачиваемся? И сегодня дотянули до того, что приходится некоторые проекты пересматривать. А это не вовремя введенные проекты, не вовремя созданные рабочие места. Еще предстоит изучить, кто из районов Акимов допустил ошибки, кто не доработал. Кумар Аксакалов поручил рассмотреть персональную ответственность провинившихся. А вот по инвестициям наша область заняла лидирующую позицию в стране. На каждую вложенной из бюджета тенге пришлось 6 частных. Привлекли порядка 140 миллиардов тенге. До конца года стоит планка в минимум 400 миллиардов. Отмечается рост во всех районах, кроме Козылжарского. Козылжарский район у нас по четырем показателям хромает. В первые полугодия вы допустили вот такую работу. К слову, всего показателей 6. Козылжарский район заметно отстает. Не намного лучше отработали полугодия Акжарский, Валихановский и Мамлюцкий районы. Они не выдержали среднеобластные показатели по трем направлениям. А вот в лидерах Таиншинский и район имени Габита Мусрепова. По всем маркерам они в плюсе. Агири Мукашева, Новость МТРК.